Продолжение следует... В связи хотел бы отметить, что российские компании, банки действовали в условиях ограниченного доступа на внешние рынки, серьезное значение сыграло резкое снижение цены на нефть, ну и потом, разумеется, колебания курсов валютных, как производная от всего этого. Но, несмотря на сложную конъюнктуру, на объективные трудности, вы обеспечили устойчивую работу предприятий, сохранили трудовые коллективы. Мы вот так внимательно анализируем, что происходит на конкретных предприятиях и видим, что даже там, где есть временные трудности, вы предпочитаете всё-таки даже сократить, может быть, рабочее время, но коллективы сохранить. В целом, на мой взгляд, очень правильный подход. Нужно очень бережно относиться, особенно к высококвалифицированным кадрам. Бизнес, безусловно, адаптируется к новым непростым условиям. Главное, наши компании не теряют стратегического видения развития, повышают свою эффективность, инвестируют в создание новых производств и стремятся осваивать новые рынки. Отмечу серьёзное внимание, которое вы уделяете разработке новых технологий, выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Это действительно ключевой фактор конкурентоспособности как внутри страны, так и за рубежом. Сегодня здесь и собственники крупнейших наших частных компаний, и руководители компаний с государственным участием. Вы реализуете масштабные проекты в топливно-энергетическом комплексе, в промышленности, в сельском хозяйстве, в IT-индустрии и в финансовом, в банковском секторе. Скажу прямо, ваше активное присутствие на глобальных рынках, новые прорывные технологии, уникальные продукты, которые вы создаёте – всё это вклад в повышение и авторитета, и престижа, и укрепление суверенитета России. Мы видим в отечественных компаниях большой потенциал для роста и будем поддерживать лидерские амбиции нашего бизнеса, стремление к успеху. Уже не раз говорил наш ответ на внешние ограничения – это расширение свободы предпринимательства, защита собственности, прав всех, кто честно работает и делает свой бизнес. Намерены совершенствовать деятельность и правоохранительных, и следственных, и судебных органов. И, конечно, для расширения возможностей отечественного бизнеса будем активно развивать экономические связи с другими странами, участвовать в интеграционных процессах. Я вот уже говорил о наших планах по началу консультации между членами организации Шанхайской организации сотрудничества и ОСЕАН о формировании возможного экономического партнёрства. Это колоссальный рынок, и просил бы вас тоже подготовить предложение по конфигурации этого сотрудничества, по задачам такого возможного объединения. У нас большая работа впереди, уверен, мы будем действовать как партнёры в интересах развития страны. Поздравляю ещё раз вас с праздником, желаю всего самого доброго в новом году.